Можно, конечно, эндоскопически его лечить, однако есть опыт и инвазии, и инвазивного рецидива, и это здесь, видите, на Западе называется дисплазия высокой степени, и проходит не так много времени. Год и шесть месяцев и так далее. Всего-то рубец, но через два года мы видим, что вырастает новая опухоль. То, что было, теперь что диагностировано и как вырезать с помощью ЭМР глубже. То есть мы видим 0,8%, 2 из более чем 200 случаев. Но при больших образованиях это все может вырасти процент до 10. В Японии это диагностируется как интрамуказальный рак на Западе дисплазия высокой степени. Только когда гистологически мы получили подтверждение инвазии, тогда получается это Т1А в Японии и Т1А по западной госпитали. Об этой проблеме мы заявили... У нас был случай, когда нам это пришлось заявить через 11 лет. После диссекции, вот, пожалуйста, 3 года рубец, 11 лет. Еще один случай, это слепая кишка уже, плюс там был афиброз, резекция была сложной. И мы диагностировали интрамуказальный рак. Через год мы уже видим ворсическую карциному, и после этого пациента отправили уже на хирургию. То есть, патоморфология может пропустить подслизистую инвазию, когда делался в особенности частично ИМР. Пациентам всегда, конечно, нужно самое лучшее, чтобы все получилось за один проход, и далеко не всегда это происходит. И, конечно же, рецидив — это совершенно не тот результат, которого хотелось бы достичь. Как эндоскопически диагносцировать ЛСТ? Как эндоскопически диагностировать ЛСТ? Мы включили в свой анализ 822 случая, когда резекция делалась единым блоком. Мы показываем, что есть несколько сценариев инвазии. Мальчфолкау, there's some cause of tumor-like elevation. Как единичной инвазии, так и множественной инвазии, и с поднятием, и без поднятия. Вот цифры по диагностической точности предсказания о глубокой подслизистой инвазии. Мы видим, что по ямочному рисунку точность 93%, а вот чувствительность этого способа предсказания 83%. А что касается ЛСТ, НГ, негранулярных, то 45% можно предсказать по ямочному рисунку. Все понимают, что резекция важна именно единым блоком. Но теперь давайте посмотрим на гранулярный тип. Мы также рассчитали диагностическую точность для этого типа. И, к сожалению, чувствительность при самой высокой точности, опять же, составляет всего 52%. Почему? Потому что это полипоид или смешанный, и по поверхности диагноз затруднен. Даже для ЛСТГ, в 16% случаев, пенетрация осуществляется за пределами основного угла. Если у ямочного рисунка малая чувствительность, в особенности для гранулярных, показания к резекции единым блоком, это может быть не только для негранулярного, но и для смешанного или для гранулярного типа, в особенности, если речь идет о 3-4 см. Что же можно лечить диссекцией ямаром, резекцией по частям? Мы видим, что без депрессии 4%, большие с депрессией 3% и большими узлами 12%. То есть, вы видите, если есть депрессия или большой размер, то они могут лечиться частично ЕМР, но при отсутствии соответствующих ограничений. Вот руководство JDS. Оно показывает показания к ЕСД, причем для негранулярного типа. Более половины окружности. Конечно, раньше такое лечилось только хирургически, но по ямочному рисунку мы видим, это тип 3С. То есть, сегодня мы можем эффективно и безопасно их удалять с помощью ЕСД. Обычное ЕМР, даже частичное, для таких плоских образований может быть слишком сложной. Теперь, что касается рецидива. Тоже можно применять ЕСД. Даже с фиброзом. Можно использовать дефект. Но когда это в проксимальном отделе расположено, ЕСД все-таки сложно применять. Сейчас на Западе далеко не всегда понимают, что к ЕСД показаниями могут быть такие рецидивные случаи, но тоже с ограничениями. Даже если брать LST, занимающие всю окружность, можно их эффективно лечить, используя в качестве диагностического средства ямочный рисунок. Причем можно даже фокальный рак, фокальную аденому диагностировать. То есть, определенная возможность в данном случае пропуска рака, она тоже присутствует, она тоже рассчитывает. Вот сравнительное исследование нашего центра и другого центра. Мы делали ЕСД, они делали ЕМР. И очень интересно, что размеры опухоли одинаковые. Сравним. Время процедуры в случае ЕСД больше, однако они больше удаляют единым блоком в ЕСД. И инвазия подслизистая, как видите, очень различные данные. И относится это к тому, что диагностировать инвазию удалось в большем количестве случаев. Когда речь идет о... Теперь о перфорации. Когда большие поражения, то тогда в общем разница небольшой. ЕСД сама по себе не является опасной процедурой. Исходы местных рецидивов у нас не было. После ЕМР 8,3% местных рецидивов. Однако на настоящий момент прошел год, и за этот период наблюдения инвазивных рецидивов не выявлено, но может быть просто еще недостаточный период наблюдения. Теперь клинический случай. Это ЛСТ негранулярная. Как вы думаете, это аденома? СМ1? СМ2? Кто? Мы тоже диагностировали СМ2. Обычная диагностика здесь сложная, потому что опухоль на складке. Я тоже считал, что это глубокая инвазия. Однако мы использовали увеличение с НБА, посмотрели на депрессию и видим, что нерегулярный рисунок поверхности, и по J-Net диагностировали это как 2B. По J-Net 2B необходимо оценить и ямочный рисунок. И вот мы таким образом сравнили ямочные рисунки с диагностом по НБА. И до сих пор диагноз по ямочному рисунку улучшен. То есть, когда мы делаем классификацию по J-Net, все равно нужна оценка ямочного рисунка, контрастирование и дегокармином. И здесь, в отличие от RBI, можно посмотреть нерегулярность поверхности, в том числе в депрессии. И в данном случае это тип 3R3S. Но тип 3S без индегокармина или пятый тип сложно диагностировать. То есть, когда мы подозреваем рак, мы рутинно используем кристаллин фиолетовый. Не только ямочный рисунок сложно оценить без подпрашивания, И окончательный диагноз мы все-таки ставим по ямочному рисунку. Теперь как это делать безопасно? Понятно, что чем безопаснее устройство, тем лучше. Это IT Nano, например, и другие устройства, которые отличаются безопасностью. Или использовать колоноскоп с мощной вводной помпой. Первый метод создания карманов. Можно использовать с помощью биполярной иглы инъекцию в последний слое, чтобы после этого начинать десекцию. Глубоко залезать нельзя. После расширения мы можем убрать только нижнюю часть подлистого слоя. После того, как расширяется подлистый слой, мы для безопасности десекции используем нож IT Nano. У IT Nano в конце изолированный корчук, что снижает риск перфорации. Здесь мы используем более длинное лезвие с тем, чтобы убыстрить десекцию. Быстрая десекция должна быть близко к слизистому слою, с тем, чтобы, опять же, снизить риск перфорации. Когда мы по границе движемся, которая здоровая, сначала, в общем, никакой проблемы, что снижаться в правильном слое нет. После расширения подслизистого слоя можно уже переходить на IT Nano и добивать. Как проводить ESD? Это очень просто. Как проводить ESD? В общем-то, довольно просто. Частичная резекция по границе, частичная резекция подслизистого слоя и повторение этой процедуры. После инъекции в подслизистый слой мы видим, что чуть-чуть припущенном оказывается центр. И обычная EMR в данном случае оказывается слоя. И это случай инвазивного ранга. То есть, по руководству только этот случай, он однозначно руководит ESD. Но, честно говоря, очень сложно, почти невозможно поставить дифференцированный диагноз между SM1 и инвазивным рангом. Специалисты и Украины. Это очень важно, очень важно подготовить кишку. В Японии используется подготовка в тот же день для колоноскопии и для скалинга. Мы используем разделенную дозу только для ESD, потому что в данном случае очень важно сделать все для хорошей подготовки. И очень важно диагноз как неимплативная опухоль. Например, как если в прошлом году не пошибется здесь в диагнозе, то когда вы будете ее резать, можно очень легко дойти до перфорации. Вот в Мови Преп. Вот последний раз, когда пил Мови Преп. Вкусно, вкусно. Пить можно. Если мы в слепой кишке, здесь нужно быть очень аккуратно. Вот здесь я очень-очень аккуратно даже вот делал, небольшую перфорацию очень легко совершить. но у нас 2%. Перфорации в этом случае не допускается, а происходит. Даже в том случае, если мы в Национальном раковом все-таки все делаем. Но даже если перфорация произошла, тогда можно ее чуть расширить для того, чтобы было достаточно места для клипирования. Но для того, чтобы эта стратегия была возможна, опять же, необходима лучшая подготовка, использование герметизационных сил и инсуфляция цепла. После того, как мы себе место создали, мы небольшую перфорацию можем закрыть обычным клипированием и продолжать ИСД до конца. Если будете торопиться закрывать перфорацию, тогда вам сложнее будет дальше продолжать ИСД. Естественно, очень важна хорошая кооперация с хирургом. Итак, каковы долгосрочные итоги ИСД? Наши результаты по ИСД были опубликованы в журнале эндоскопии. Хорошие долгосрочные итоги там, где нам удалось добиться кумулятивной резекции, но где не удалось, через три года у нас появились большие рецидивы. СМ-инважива более чем 1000 микробитров, инфобаскил-инважива позитива у нас есть ограничения соответствующие по определению кумулятивной инвазии. И очень важно под слизистую инвазию и сосудистую инвазию правильно диагностировать для того, чтобы выбирать стратегию лечения. Естественно, всем кажется, что ESD это сложная процедура технически. В последнее время появилось несколько статей по роботизированной ESD. Может быть, в будущем все будут делать ESD легко, потому что робот будет помогать. В Японии в университете кюсю сейчас разрабатывают роботов, которые могут проводить ESD, и они помогают людям учиться быстрее ESD, чем если бы это происходило традиционно. Я сам пытался несколько раз, но мне самому руками ESD делать проще, чем с роботом. Вот еще одна компания тоже показывает, как можно с помощью робота делать ESD. Но это, конечно, очень дорого. Впрочем, FDA уже разрешила подобную робототехнику использовать у себя. Но есть еще одна важная вещь. Относительно выявления. Кто может продиагностировать по этой фотографии вот это образование? А теперь поближе. Вот они, видите, покраснение. После индиготермина это 2С, EMR потом смотрим яблочный рисунок, подтверждаем EMR. Видим, и видим, что это слабо дифференцированный компонент. А вот это. Как вы считаете, каков размер этого образования? 2 мм. Макроскопический тип. на Западе после НБА это мы используем ближний компонент. Что вы скажете по размеру и макроскопическому типу? 1С, 2 мм. 2C компонента. Стратегия это холодная полипектомия получается, да? Но если мы посмотрим внимательно, особенно после индигокармина, вы видите, что это распространенное образование. 2C компонента. И здесь вы видите, есть хорошо демаркируемые 2C компоненты. Очень важно смотреть внимательно. То есть если бы я на этом мониторе смотрел, конечно, я бы тоже сказал, что это 1С, 2 мм. Если у вас монитор высокого разрешения, если внимательно смотреть, то диагностировать очень даже можно. И если бы мы только вот этот выдвинутый вверх удалили полип полипоктомии, получили бы рецидив. В данном случае было сделано ESD и была достигнута радикальная резерта. Что касается искусственного интеллекта, компания Inishi, они делают системы распознавания лиц, ну и это тоже. Вот такой полип они достаточно легко выявили. Вот он. И они могут выявлять не только приподнятые, но и плоские образования и даже депрессированные. Уже в ближайшем будущем такие технологии будут нам помогать. Вот эта вот небольшая аденома меньше 5 миллиметров очень корректно диагностирована. И специфичность, и точность, и чувствительность действительно показывается очень хорошим. Спасибо большое. Работает? Работает. Я думаю, что можно задать вопросы, пока у вас великие учительные трибуны. Давайте вопросы, пожалуйста. у кого какие возникли вопросы. Да, пожалуйста. Большое спасибо. Ну, просто не знаю, как приятно было послушать. Очень интересный договор. А вот просто я просто хочу уточнить. Большой узел ЛСТ-Джи это сколько? 1 сантиметр 15 миллиметров. Что мы имеем ввиду под большим узлом? Более одного сантиметра наше определение. Мы уже в эндоскопии писали об этом. ЛСТ большой узел это более одного миллиметра поскольку там риск инвазии возрастает как раз. Вы на нас не злитесь, но такое впечатление, что в Европе у нас мультифокальных раков за неганулярным ЛСТ не находится. Ну они есть, но у нас просто мало такого диагностического опыта. Поэтому мы и делаем такую вот нижнюю планку дисклазии высокой степени. Может быть в этом и есть разница между Европой, но у меня гораздо меньше опыта с мультифокальными поражениями. Когда мы сравнивали свои данные с данными таких же по размеру западных больниц, мы тоже видели эту разницу в диагностике. то есть мы ЛСТНГ гораздо больше диагностируем. Может быть, дело в том, что в основном у нас такое и лечат, то есть к нам же привозят со всей Японии. Что касается частных клиник в Японии, у нас тоже достаточно много эндоскопистов экспертного класса и они тоже очень плоские образования даже ЛСТНГ выявляют. У нас в основном это то, что они направляют нам. Но может быть для выявления ранних поражений, может быть на Западе просто раньше это все дело выявляется, чем у нас. Но у нас действительно получается так, что они сами не понимают, что это такое направляет к нам. В общем-то, наверное, так и есть. Потом еще Ютака. Ду Грекс тоже не очень поддерживает ESD в ободочной кишке. мы спрашивали его о рисках. И он говорит, что безрисковые только у одного из 12 пациентов. То есть я не знаю, что... СМ1 после ESD, каков вообще может быть и какого можно достичь? очень интересная дискуссия. мы считаем, что не только СМ1, но и интермуказальный рак, его тоже, он тоже, когда удаляется с помощью ESD, это тоже хорошая клиническая польза. Я тоже боюсь агрессивной частичной EMR. В 2-3 фрагмента 3-х сантиметровая LSTG может быть. Это еще может быть. Но если она занимает больше половины окружности, получается у вас больше 10 фрагментов будет? Ну нет, это мне как-то не очень нравится. Ну хорошо, давайте доведем у логического конца этот аргумент. Представьте, что у какого-то центра нет доступа к ESD. И у вас там опухоль LST, 4-х сантиметровая, с высоким риском рецидива. Вы рекомендуете хирургию или частичную резекцию, если нет доступа к ESD? хирургию в данном случае. Потому что лапароскопическая хирургия минимально инвазивна в данном случае. Может, конечно, произойти через 3-5 лет. Метастатический рецидив в некоторых случаях и через 12 лет происходит. Поэтому с учетом наличия возможности интенсивного наблюдения лапароскопическая хирургия может быть даже лучше, чем EMR в больших количествах фрагментов. Я с одной стороны согласен. А с другой стороны, вы понимаете, через несколько лет все те же пациенты, которых я только что отправил, вернутся ко мне. Ну, конечно, я начну беспокоиться. Может, я что-то не так делал. Ну, стоп. Шли, думаю, перед нами дискуссию. Дальше следующий доклад профессора Харфера системы поддержки принятия решений в диагностике Кулон.